Вор в законе Гули показал фото с дня рождения в компании Армана Дикого, избившего при нем законника влиятельного вора в законе Надира Салифова, известного как Лоту Гули, обвинили в связях со спецслужбами. Вор в законе Надир Салифов, Лоту Гули, помимо своих криминальных заслуг известен еще и тем, что он один из немногих законников, который успешно освоил интернет, в том числе в преступных целях. В частности известно, что Гули обкладывает дань торговцев рынка в России прямо по скайп, используя своих ставленников на местах. Впрочем, Гули не чужды обычной радости от использования соцсетей. Так, с размахом отметив 28 августа свое 47-летие, азербайджанский авторитет Иоцх и Ют с удовольствием делятся с узким кругом своим подписчиков снимками в компании своих подручных. При этом по некоторым данным закрытый аккаунт ведет сам Гули. На одном из таких снимков, появившихся на днях в Инстаграм, запечатлены и сам Гули и Арман Джумагильдиев, Дикий Арман. Последний стал известен после того, как избил потомственного вора в законе Гурама Чихладзе, Квежоевич, во время переговоров с Гули, что спровоцировало конфликт между Салифовым и еще одним законником, Бадрика Гуашвили. Бадрику Таиский. Лоту Гули и Арман Дикий отмечают день рождения. Подписал фотографию Салифов, не уточнив, кто был именинником. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. Отметим, что инцидент с Арманом Диким не закончился для Салифова без последствий. По данным источника Ура.ру Джумагильдиева обвиняют в связях со спецслужбами Казахстана. Арман Джумагильдиев вступил в правящую партию Казахстана и активно сотрудничал со спецслужбами, цитирует издание «Анонима», уточняя, что в криминальном мире Арман Дикий стал известен после штурма шумкентской гостиницы «Турист» в 2005 году, где собрались оппозиционеры. Утверждается, что подручный Гули участвовал в их разгоне, применяя довольно жесткие методы, за что получил год колонии. По информации инсайдера, из заключения Арман написал письмо дочери экс-глава государства Нурсултана Назарбаева до Риги с призывом применять силу для борьбы с врагами. Как утверждает источник, сотрудничество Гули с внештатным агентом госбезопасности Казахстана объясняет тот факт, что Интерпол не ищет влиятельного вора в законе по запросу России. «Газбезопасность помогает ему решать много вопросов, его не выдает Турция, он беспрепятственно пересекает границы государств, предоставляет проезд обиженным так называемым ворам, чтобы они хоть на время смогли спрятаться у него дома», рассказал источник. Читайте также, экс-король Малайзии назвал ошибкой свадьбу с мисс Москва Оксаной Воеводиной. Напомним, Лоту Гули, один из самых влиятельных авторитетов на всей территории постсоветского пространства и главный претендент на титул вора в законе номер один в России. Как ранее писал Тап Ньюс, сближение воров в законе Гули и Мирабы лишит власти шакры Маладга. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей, ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.